С вами Николай Пивненко в проекте Дата. 15 марта, Всемирный день защиты прав потребителя. В 1961 году Джон Кеннеди произнес в Конгрессе США речь, в которой назвал 4 основных права потребителя. Общество защиты прав потребителя всего мира сделали эти слова своим манифестом. Россия же отмечает этот день, начиная с 1992 года, когда был принят закон о защите прав потребителей, законодательно закрепивший права граждан. Отмечается этот день ежегодно во многих странах мира. Ну а мы идем дальше. Сегодня Международный день защиты белька. Отмечается во многих странах мира. Он был установлен по инициативе Международного фонда защиты животных. Бельки – это детеныши гренландского тюленя. Около двух недель после рождения имеют прекрасный белоснежный мех, из-за чего, собственно, они и получили такое название. Именно в этот период зверяки уничтожаются только ради шкурки. В конце 20 века гренландский тюлень оказался на грани исчезновения. Но привлечение общественного внимания к данной проблеме дало в виду шанс на выживание. У родившихся в этот день в 1813 году появился на свет Джон Сноу, британский врач, один из пионеров массового внедрения анестезии и медицинской гигиены. Он считается одним из основателей современной эпидемиологии и более всего известен за свою работу по изучению вспышки холеры в лондонском квартале в 1854 году. Год 1924, день рождения Юрия Бондарева, писателя, который входил в состав редколлегии многих литературных журналов, возглавлял различные общественные организации, был председателем Союза писателей России. Участник Великой Отечественной войны, капитан, командир батареи, герой соцтруда, лауреат Ленинской и двух государственных премий. В 1994 году публично отказался принять Орден Дружбы Народов по случаю своего 70-летия от Бориса Ельцина. Жорез Алферов родился в 1930 году академик, был народным депутатом СССР и депутатом Госдумы, полным кавалером Ордена за заслуги перед Отечеством и кавалером еще пяти орденов, включая Орден Ленина, высшие награды СССР. Ну и, конечно же, нужно вспомнить о том, что у Алферова была Нобелевская премия. В 1935 году родился Леонид Ингибаров, клоун. На арене советского цирка он был уникальным артистом. Когда другие смешили зрителей, Ингибаров заставлял их размышлять. А это, согласитесь, большая редкость. 1937 год, день рождения Валентина Распутина, писателя, героя соцтруда, некоторые произведения «Деньги для Марии», «Живи и помни», «Последний срок», пожар. 1993 год, день рождения французского футболиста гвинейского происхождения. Поль Пагба приходит в этот мир. В 1975 году родился Веселин Топалов, болгарский шахматист, гроссмейстер, чемпион мира по версии Фиде 2005 года. Ну а теперь об истории этого дня. 1818 год. Под эгидой Александра Первого появился проект «Первая русская конституция». Ну, как тогда ее называли? Государственная уставная грамота Российской империи. Еще с начала 19 века Россия могла обрести конституцию. Сначала неудачным оказался проект Спиранского. За ним и эта самая грамота. Если бы один из этих проектов был принят императором, возможно, история страны развивалась бы совсем иначе. 1830 год. Выходит 13 номер литературной газеты. Это последний, который редактировал Александр Сергеевич Пушкин. Официальный редактор издания Антон Дельвик подготовил первые два номера и выехал временно из Петербурга. А работу фактически поручил Пушкину. Тот и стал фактическим редактором этих первых 13 номеров. 1892 год. Американский изобретатель Рено запатентовал первый эскалатор. Но первый реальный появился в 1894 в парке Кони Айленд в Нью-Йорке, где машину установили как экстремальный аттракцион для туристов. Тогда эскалатор представлял собой движущиеся дорожки без ступенек и назывался наклонный лифт Рено по имени изобретателя, воплотившего в реальную жизнь. Изобретение другого человека, фамилия которого Эймс. Он, в свою очередь, придумал свое название. Оборотная лестница. 1906 год. Зарегистрирована компания Rolls-Royce. Автомобили с кузовом она начинает продавать только в 1946 году. До этого автоконцерн продавал только детали и двигатели. Украшения на капоте это не ангел или призрак, а женщина в развивающемся на ветро деянии. Любопытно, что модель, которая позировала для создания статуэтки дух экстаза, так она называется, увы, погибла, когда ее корабль потопила подлодка. 1978 год. Галина Вишневская и Мстислав Ростропович, звезды советского музыкального Олимпа, в Париже ждут срока продления своих паспортов. И вдруг из телевизионных новостей они узнают, что лишены советского гражданства. Ну и последнее. 1986 год. В Свердловске открывается рок-клуб. В декабре 1982 года местный горком комсомола впервые проводят семинар по проблемам молодежной музыки. Дело невиданное и неслыханное. В его программе лекции, совместные выступления групп. Через полгода на втором семинаре появляются новые коллективы, в том числе и Наутилус Пампилиус. В результате под комсомольской гидой фактически рождается один из легендарных советских рок-клубов. Представить себе, что в Советском Союзе легализуется даже само слово рок, тогда было невероятным. Но страна менялась, и вместе с ней отчетливо прорастали, как говорили тогда, новая культура, новые мысли и новые слова. И ощущение свободы, интригующего будущего. Время надежды перемен. В комнате с белым потолком, с правом на надежду. С вами был Николай Пивненко в проекте Дата.